Привет! Давно не виделись. С вами Домер и многие думают, что на Reelworld невозможно ничего добиться без доната. И поэтому я решил проверить это на себе, поставив себе цель с левого аккаунта без какого-либо доната выйти в топ-1 по балансу на сервере. Если у меня не получится, то среди игроков моего сервера я разыграю 100 тысяч рублей. Поэтому обязательно заходите на лучший гриферский сервер и следите за моим прогрессом самыми первыми. IP будет в описании. Ну а выживать я буду по вашим комментариям. И если 50 тысяч лайков каким-то чудом вы наберёте, то сразу выйдет новая серия. Ну и про подписку с колокольчиком не забывай, ведь на 4 миллиона вас ждёт юбилейный ролик. Ну а я вам желаю приятного аппетита и мы начинаем. В первую очередь нам нужно будет с вами выбрать гриф, на котором мы будем начинать своё развитие. Пускай это будет 15-й, так как здесь меньше всего онлайна. Мы с вами зашли на моём балансе прямо сейчас 2000 долларов. И чтобы стать топ-1, нам нужно заработать всего 900 тысяч долларов. Офигеть. И первое задание, которое мне прислал подписчик, которое мне поможет в выживании, такое. Сделай дом в воздухе, заметь. Пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш. Пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш. Для этого мы в первую очередь с вами берём просто-напросто китстарт. Всё, мы его получили. И уходим просто-напросто на РТП. И сейчас в первую очередь нам понадобится очень много дерева для того, чтобы построиться на максимальную высоту 256 блоков, только для того, чтобы меня не нашли подписчики. Потому что, как показывает практика моего прошлого выживания без гната на втором канале, когда меня находят, начинается полная вакханалия. Поэтому мы сейчас с вами фастом добываем себе как можно больше дерева и начинаем путешествовать по миру. И побежим на далёкие координаты для строительства нашего воздушного дома. Я добыл почти три стака дуба и уже переделал немного в дубовые доски. Бегал я, значит, по миру и наткнулся на приятный сюрприз. Посмотрите, что я нашёл. Это не залутанная деревня. Обалдеть. Поэтому прямо сейчас я как джемшут-огородник для своего будущего огородника, который нам поможет в дальнейшем разбогатеть. Возьму себе немножечко пшеницы. Тут ещё, получается, растёт свекла. Ничего себе! Вот это, конечно, повезло! Правда, навряд ли кому-то она вообще нужна. Но тут есть ещё один огород, поэтому мы сейчас его вот так вот потихонечку, не спеша собираем. Почему бы и нет? Как говорится, в хозяйстве всё пригодится. Жалко, конечно, что здесь нету морковки, но ничего. Хотя нет. И морковка здесь тоже есть. Поэтому давайте прямо сейчас её тоже возьмём. Вот она нам 100% поможет стать магнатами на сервере. После деревни я на радостях отходил всё дальше и дальше от РТП. И решил остановиться тут. Я нашёл для себя шикарную территорию, где я могу начать строиться на самый верх, прямо к солнцу. Ну а теперь мы просто-напросто строимся до максимальной высоты как можно быстрее, чтобы выполнить задание подписчиков. Использовав свою мышку как подъём блоков, я поднялся на самый верх за 2 минуты. Ограничение строительства по высоте 256 блоков. Как вы понимаете, я здесь буду жить совершенно один, потому что в воздухе, кроме меня, никто не живёт. Но для этого мне нужно сейчас будет поломать под собой блоки, для того, чтобы начать хотя бы строительство своего дома. Ибо на 256 высоте я не смогу не построить себе ни крышу, ничего. Хотя так меня по факту никто не зальёт. И получается мы начинаем строительство нашей платформы, будущего нашего дома в воздухе, так сказать. Я как джамшудомер прямо сейчас строю себе платформу для своего будущего дома. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ, у меня пропал блок! Присажив ему в комментариях. Я думаю, платформа должна быть достаточно большой для того, чтобы я чувствовал себя комфортно, мог сюда положить какие-нибудь ресурсы, построить вообще для себя рядом огород. Просто заприватить территорию Дом я решил строить по старым стандартам Прям как в Европе и замудил себе Квадратные апартаменты с прекрасным видом На звезды, надеюсь вы не найдете мой дом Здесь у меня будет дверь, правда Зачем она мне? Ну ладно Пускай будет здесь у меня, пускай будет окно Чтобы я не чувствовал себя, знаете Как в какой-то пещере, все-таки это мой дом И должно быть максимально здесь вообще уютно Ну все, все, получается Раз окно, два окна и дверь Дальше мы, получается, ставим сюда вот верстаки Ставим сразу печки и осталось Мне его заприватить Дом получается готов, так что твое задание Аласкар выполнено И следующее задание от подписчика Заработай 50 тысяч любым способом Ну а так как я у мамы бизнесмен Я знаю дофига способов Как заработать эти деньги максимально быстро И сейчас я вам продемонстрирую Три способа заработка Первый из них это пассивный, второй активный И третий барыга Как вы уже догадались, первый способ для заработка Это ферма, что могу сказать про этот заработок Лично я Он пассивен и довольно легок Вы просто строите ферму и зарабатываете деньги Но есть одно но С этого много денег ты не сможешь заработать И вы должны хорошенько покопаться в шахте Чтобы вообще построить эту ферму Но для начала развития очень даже прибыльно Полуавтоматическая ферма, как вы понимаете, уже готова Я посадил морковку Осталось подождать, пока она вырастет И мы сразу же засадим полностью весь огород А теперь давайте покажу вам второй способ Для этого мы отправляемся с вами на спавн И бежим на работу фермера, который находится у нас вот здесь вот И здесь вот он Вот он стоит такой довольный, усатый, бородатый В чем заключается суть? Мы приходим на грядку и работаем в поте лица Не покладая рук, как истинный огородник Для того, чтобы понять, сколько мы можем заработать Я для нашего эксперимента засекаю 10 секунд И раз, два, три Все, понеслась Мы сейчас ломаем все до 10 секунд То есть 4, 5, 6 А ну-ка И давайте начнем уже, получается, вот ломать вот это вот тоже Почему бы нет? Все, стоп Короче, грубо говоря, мы с вами заработали за 10 секунд 100 долларов Мне пришлось потратить 10 секунд, чтобы заработать 100 долларов И несложными махинациями можно посчитать, сколько плюс-минус мы заработаем с данной работы Зная, что за 10 секунд нашего времени мы можем заработать 100 долларов И зная, что в одном часе у нас 3600 секунд Мы, получается, 3600 умножаем как раз-таки на 10 И получаем наш доход за 1 час То есть это у нас 36000 долларов И, получается, мы можем заработать 36000 долларов за 1 час нашего времени У меня за 8-10 минут моего времени получилось заработать 5200 Фермер, принимай продукты Все, он доволен Ну и третий способ Барыга И для него нам понадобится много кирок В моем случае я сделал для начала 4 Посмотреть вообще, как оно пойдет Мы телепортируемся, получается, на вар пвп И что мы с вами видим? Сейчас активность на вар пвп небольшая Но есть золотые блоки Которые меня как раз-таки интересуют Наша задача с вами просто подойти поближе Сломать, получается, алмазный блок И с этого алмазного блока добыть как можно больше яблок И вообще постараться выжить на вар пвп Чтобы меня сейчас никто не убил Вот, например, как этот игрок отстанет меня Так, ладно, уходим В чем минус данного способа? Вас могут убить Вот как этот, например, игрок Но в чем плюс данного способа? В том, что мы, добывая яблоки Можем их продавать на аукционе Получается, одно золотое яблоко у нас стоит 1500 Как вы понимаете А обычное яблоко мы можем продавать за 500 По факту ничего не делая Только перепродавая их на рынке Ну еще жизнью рискуя И так как мое яблоко уже, получается, купили Я надыбал еще 8 яблок И мы их выставляем на аукцион уже за 4000 Теперь осталось ждать, пока их купят Да и вообще заработать 50 тысяч Я решил особо не медлить с выполнением заданий И накопал себе еще стак яблок Которые выставил на аукцион за 40000 В надежде, что их кто-то купит Вы не поверите, но у меня купили Все мои яблоки на аукционе И мне не хватает 3000 долларов Для выполнения данного задания Моя зарплата составляет 2412 долларов И мы прямо сейчас подходим к нашему фермеру И получаем нашу зарплату И наш баланс составляет уже 50 114 долларов И получается, что твое задание выполнено И следующее задание у нас от Владоса Загрифери чей-то дом И войти в топ по балансу Ну слушайте, задание интересное Я за него берусь И так как я не профессионал в гриферстве баз Я узнаю, как это лучше сделать у более опытных людей Мне отписала куча людей И один из игроков показал мне баг Которым можно загриферить любой дом в привате И он вполне может сломать экономику сервера Для бага, который нам поможет в гриферстве Нужен получается поршень, повторитель, редстоун Также редстоун факел И вагонетка с трельцами И теперь нам остается найти дом Который будем гриферить Я уже нашел дом И получается, как мы видим Здесь под сундуками стоят печки Из-за которых мы никак, по идее, не можем взять И загриферить эти сундуки Но благодаря данному багу Все возможно Но есть как раз таки и минус Как вы видите, я тут уже сломал блоки Нужно, чтобы обязательно был у этого человека Кривой приват Потому что по-другому это никак не сработает Получается, у этого игрока Как мы видим, кривой приват То есть у него получается пол запривачен Но все, что ниже пола, у него не запривачено То есть я могу спокойно вот так вот взять Подойти к его печкам И как бы мы их сейчас с вами просто-напросто возьмем И уберем эти печки Потому что они нам будут мешаться Для того, чтобы загриферить этот дом Дальше, получается, что нам нужно с вами сделать Мы берем, очищаем для себя вот здесь вот платформу Ставим, получается, землю После этого мы под печками ставим сам редстоун Потому что только благодаря нему мы сможем и сломать, получается, эти печки Дальше мы ставим землю сюда Ставим, получается, повторитель один так Второй ставим так Откапываем еще чуть блоков для того, чтобы активировать сам механизм Ставим еще, получается, два редстоуна сюда Но сразу скажу с вас лайк за такой способ И нам нужно сделать короткое замыкание Для этого мы просто-напросто берем Получается, ломаем красный факел Быстренько ломаем редстоун Ставим следующий И все, у нас есть короткое замыкание Из-за того, что на сервере стоит, получается, антиредстоун Как мы видим, ломается редстоун Вся суть заключается в том, чтобы редстоун сломался прямо под печкой Потому что у нас на сервере антиредстоун считает печку как за сам редстоун И ломает ее вместе с редстоуном Поэтому мы прямо сейчас снова возвращаем сюда редстоун Ставим факел И как мы видим, успешно И по идее, да, у нас с вами получилось только что Сломать печку на сервере благодаря антиредстоуну Возможно, этот баг работает и на других серверах Не только у нас Но только если челк криво заприватил свой дом Давайте сейчас снесем еще одну печку То есть мы ставим снова А, даже одного редстоуна хватило, чтобы сработал антиредстоун И все Как мы видим, печек вообще здесь нету Мы забираем, получается, наши все механизмы И дальше, что нам нужно сделать Это просто-напросто С помощью липких поршней нам нужно будет убрать вот эти вот два блока Которых у меня нет Я снова у этого дома Пришлось искать его по координатам Потому что больше одного дома я ставить не могу Но ничего страшного Ничего страшного Я надеюсь на то, что мы с вами Хотя бы с помощью этого способа Сможем получить хорошие ресурсы Получается, мы прямо сейчас Ставим сюда липкий поршень Получается, сзади него ставим рычаг Присасываемся к блоку земли И оп, все Шайтан-машина Сейчас этот блок мы забираем И все, что нам нужно с вами сделать Это Та-ра-да-да-да-дам Та-да-да-дам И дальше все, что нам остается сделать Это поставить просто-напросто Вот так вот в вагонетку Получается сюда И понеслась Ага Она нифига не едет Ладно Сейчас мы, получается, давайте еще вытащим отсюда блок Получается, делаем вот так вот Готово И нам нужно сейчас его тоже взять вытащить Оп, все, блок из земли мы с вами вытащили И по идее По идее я должен сейчас уже 100% взять и пропихнуть в вагонетку Хотя я не понимаю, почему она не пропихивается А ну Вот-вот-вот-вот-вот-вот Ну давай, еще чуть-чуть И так как у меня с собой есть только липкий поршень Поэтому давайте прямо сейчас будем пытаться им пропихнуть нашу вагонетку Как говорится Давай Ахалай, махалай Оп Вот это я понимаю Способы цыганские так И что у нас Ничего себе Вы посмотрите Что лежит у этого игрока в доме Ё-моё Мать моя женщина Как тут мне врут я бутерброд Офигеть Просто-напросто офигеть Еще у него тут ресы есть У меня уже нечего складывать А сетхом я здесь не могу поставить Поэтому давайте поставим сундук В надежде на то, что сюда никто не придет И я смогу сейчас взять Это все чудо заутать А ну-ка Давайте второй сундук поставим Ресы у него кончились Поэтому давайте складывать все в сундук И получается Благодаря этому багу на сервере Мы смогли загриферить этот дом Хотя у этого игрока были печки Поэтому давайте Соберем вообще все улики Которые здесь остались Так Забираем нашу вагонетку Хотя вагонетку мы уже не заберем Придется оставить ему как подарок Ну ладно Ладно Пускай будет Пускай будет Я решил взять самое нужное И для того, чтобы нам целиком выполнить задание Я предлагаю прямо сейчас взять эту топку Продать на аукционе И так как мне не хватает буквально 50 тысяч Я сейчас постараюсь ее слить как можно скорее Я так посмотрел Топка на этом сервере стоит 30 тысяч Чтоб вы понимали То есть за счета 4 30 тысяч стоит Но так как мне сейчас срочно нужны деньги Я буду ее сливать как можно дешевле И давайте продадим вот по счету шлем Ах Сел 20 тысяч Готово Выставляем также нагрудник за 20 тысяч И так как я уже достиг лимита на продажу Нам остается только ждать Ура У меня купили Наконец-то Мои вещи Сейчас у меня на балансе 90 тысяч Я продам получается штаны и ботинки Пишем получается спавн И сливаем их тоже получается по 20 тысяч То есть раз Два И по идее По идее Если сейчас у меня их купят То я войду в топ по балансу Я уже отыграл 6 часов И на моем балансе прямо сейчас 130 тысяч Долларов Долларов И как вы видите я попал В топ 10 По балансу Получается твое задание выполнено Ну а если вы сможете набрать на этом ролике 50 тысяч лайков То обязательно будет вторая часть моего выживания без НАТО Так что если кто-то хочет развиваться со мной Заходите на 15 гриф Либо не на 15 И пожалуйста не ломайте мне дом Снимаю если что на лучшем гриферском сервере Релевород Айпи будет в описании Не забывайте про подписку и колокольчик С вами был Доми Всем пока